Доброе утро! Здравствуйте! 12 июля на календаре. Утро пятницы. С вами встречает Вера Красова, Денис Стойков. И если вы сейчас завтракаете, то приятного всем аппетита. Да, но вот спасти от голода несметные стада коров и овец сейчас пытаются в Аргентине. Более 700 тысяч животных оказались заблокированы в труднодоступных горных районах. Виной тому аномальные снежные бури. Они бушуют уже вторую неделю подряд. Многометровые сугробы не дают скоту ни малейшего шанса найти хоть какое-то пропитание. Ну а фермеры сами добраться до своих стадов не могут. И выход из этой патовой, казалось бы, ситуации нашелся лишь один. Призывать на помощь армейские подразделения. Гусеничные военные техники никакие бураны не страшны. Она-то и стала лучшим транспортом для перевозки тюков, сена для бедных овечек и буренок. Ну а нам, кто бы подвез дополнительный кондиционер или освежающий прогноз, стоит ли надеяться на снижение температуры, которая пока зашкаливает, сейчас узнаем Марии Борисовой. Мария, доброе утро. Доброе утро. Ну снежных буранов нам пока не надо, а вот чуть-чуть попрохладнее было бы неплохо. Будет к воскресенью, но пятница-суббота, если говорить про нас, с вами про центр. Наоборот, температура будет повышаться, жара только будет еще больше нарастать, до 32 градусов. Никаких осадков, солнце, лет, весенье, все-таки будут дожди. И вот эта вся дождливая история, она приходит с северо-запада, потому что там хозяйничает циклон, который обосновался и поливает дождями, и на северо-западе тоже в субботу будут еще дожди и грозы, и похолодания. И, кстати, Балтика, тоже курорты балтийские пока еще отдыхают от жары, но стоит отметить, что у них температура воды все-таки 20 градусов для июля, это все-таки достойные показатели. Очень свежо, пожалуйста. Балтические хороста не всегда отдыхают. Ну вот кому точно свежести не хватает, это юга, потому что там аномальная жара, особенно в Крыму, там под 40 градусов, вода тоже не остывает уже вообще, и высокая пожароопасность, к сожалению. Но я сейчас расскажу подробно обо всем. Обстановка в атмосфере над Южной Россией изменится мало. Здесь по-прежнему солнечно, и только над горами Кавказа могут появиться очаги кучево-дождевых облаков, несущие короткие ливни и грозы. Температурный режим существенно теплее обычного, днем 33-38, местами и до 40. Морская вода у берегов Крыма и на Черноморском побережье 24-27. В среднем по-волжью условий для развития дождевой облачности не будет, и ничто не помешает солнцу прогревать воздух в регионе до 26-31. Циклон, прорвавшийся на северо-запад России, к воскресенью покинет территорию региона, так что грозовые дожди здесь будут затихать. Дневная температура на севере 19-24, на юге 24-29. В субботу немного прохладнее. Центральная Россия окажется в стороне от траектории этого облачного вихря, и лишь в воскресенье над регионом появятся разрозненные массивы грозовых туч, но они не окажут заметного влияния на температурные режимы в полуденные часы 27-32. На Урале в субботу ожидаются ливни и местами с грозами и порывистым усиленным ветром, а в воскресенье облаков станет меньше, и осадки приобретут локальный кратковременный характер. Днем здесь 22-27, в субботу на 3-4 градуса прохладнее. В Южной Сибири сохранится неустойчивая погода, и днем в отдельных районах будут формироваться очаги кучево-дождевой облачности, несущие ливни и грозы. Температурный режим умеренно жаркий днем 26-31. На юге Дальнего Востока тоже местами прошумят грозовые дожди, но они не помешают солнцу прогреть воздух в континентальных районах Приморья и на берегах Амура до 25-30, на побережье Японского моря до 20-25. Спасибо, Мария. Борис, спасибо. Ну что удивляться, лето, жарко, хорошо же. Лето подходит к экватору, и, по-моему, у нас такие летние показатели достойны успехи. Мне кажется, все прекрасно. Да, спасибо большое. О погоде на выходные нам рассказала Мария Борисова. Хорошего дня. Компания завершится 15 августа. Анастасия Махина, Егор Литвинов и Марьяна Пипонян. Вести. Температура воздуха в регионе по-прежнему превышает норму. А в центре столицы и вовсе сморбировался так называемый остров тепла. Синоптики поясняют, что этот эффект возникает в мегаполисах, когда и без того горячий воздух дополнительно прогревается от асфальта и от стен крупных зданий. В нашей студии уже Татьяна Антонова. Татьяна, хорошо, что впереди уже выходные. Можно как-то вырваться из этого острова тепла куда-то к воде поближе. Киринда природы в эти дни. Наши спасения. Небольшие дожди с грозами в прогнозах все-таки есть. Они, конечно, добавят свежести, но жара все равно не отступит. Ну что же, даже напротив, завтра температура снова перешагнет через плюс 30. В Коломне все 31. Чуть полегче будет дышаться на севере и на западе. Подмосковье здесь до 28. И как раз в этой части региона вероятнее всего осадки. В Москве, как и в любом мегаполисе, атмосферные процессы проходят более остро. Поэтому ожидаем не только дожди, но и грозы. На термометрах днем будут привычные 29-31, ночью без осадков 15-17, в центре города все 20. Это примерно на 3 градуса выше нормы. В воскресенье тоже ждем небольшие осадки, дожди, грозы. А жара, если и уступит, то всего несколько градусов. Ирина, ну что же, наш жаркий марафон продолжается. Будем наслаждаться этим жарким марафоном. Татьяна Антонова о погоде. Здравствуйте, с вами Ольга Паршина. На юге и Дальний Восток антициклон устанавливает спокойную солнечную погоду без особой жары. Дожди закончатся и в Приморье. Во Владивостоке 22, столько же и в Хабаровске. А завтра здесь уже 26. На севере Иркутской области еще пройдут сильные дожди с грозами и градом. Но в самом Иркутске распогодится. Днем пока около 20, через сутки до плюс 25. В остальных южных районах много солнца и нормального июльского тепла. В Красноярске 26, в Новосибирске 29. На Урале в зоне атмосферного фронта местами грозовые ливни, особенно сильные в Челябинской области и на востоке Оренбургской. И температура скачет. В Кургане за 30 гроза, в Екатеринбурге 23 без осадков. На европейской территории России север и северо-запад под влиянием циклонов. В Архангельске пройдет дождь и днем плюс 20. В Калининграде 27. Обстановка грозовая. Весь день сильные дожди. В центре тоже возможны дожди, но короткие и небольшие. До Волги они не дойдут. В Нижнем Новгороде солнечно и 27. Очень комфортная погода и в Казани. Без осадков и днем около 25. На юге более или менее комфортные показатели. На черноморских курортах. В Сочи 30, в Севастополе 32. В Приазовье и Придоне температура выше до 35. Но все-таки жара немного сжалится. В Ростове-на-Дону не под 40, а 33. И везде солнечно. Дожди только в горах. В Санкт-Петербурге почти без осадков. Только утром возможен туман. Будьте осторожнее. На дорогах днем 24-26. В Москве 29-31. Воздух слегка свежит кратковременный дождь. Не исключенная гроза. Очень похожей будет погода и в воскресенье. Пока это вся информация о погоде. До встречи. Евгения Неронская. Южные районы Дальнего Востока, наконец, получают карт-бланш от атмосферы. Дожди сходят на нет даже в прибрежных районах. А днем столбики термометров местами претендуют на 30-ти градусную отметку. И такая совершенно летняя погода по всему Хабаровскому краю, в Амурской области, а также в Якутии и дальше до самой Чукотки. Проще сказать, где дожди будут. Это Сахалин, острова Курильской гряды и Камчатка. И уже традиционно сложная погода у Байкала. Там не только дожди, но и грозы. В Бурятии, в Забайкале при этом около плюс 30-ти. Но скоро и здесь должно распогодиться. Антициклон уже вплотную подошел к Иркутской области. Хотя и там дождей пока достаточно. А вот западнее осадки уже маловероятны. Ближайший возмутитель спокойствия кружит на Урале. В Челябинской области сильные грозовые дожди с градом, с порывистым ветром. Мощный циклон кружит и над севером Европы. Его воронка постепенно смещается на запад. Так что уже скоро вихрь ворвется в Калининградскую область. Дождь будет по всему северо-западу. Здесь только накануне прошелся атмосферный фронт другого циклона. И его мокрых следов пока много. А сам циклон кружит сейчас над Карелией, там и в Мурманской области. Дожди будут сильными. А в субботу фронт пересечет Архангельскую, Вологодскую области и немного освежит северные районы средней полосы. Но большая часть региона все-таки надежно прикрыта крылом антициклона. Днем все те же 25-30 градусов, а южнее до 35. Дождей в прогнозе нет как минимум до воскресенья. Пока до нас не добрался тот самый циклон из Европы. Без осадков теперь и в Поволжье рост температуры сдерживать некому. И вот результат. В низовьях реки завтра до 33. Все та же жара и на юге, на небе не облачко. Даже на побережье в Сочи уже около 30. В Петербурге до 27. И пока без существенных осадков. В Москве жарко 28-30. Но не исключен небольшой дождь. В центре, да, температура собирается прибавить еще пару градусов. Но на помощь придут короткие освежающие дожди. Это подарок от атмосферного фронта, который проходит по северо-западным областям. Завтра там дожди ослабеют и снова потеплеет до плюс 30. Исключением станет только Калининград. У него очень беспокойный сосед. Североевропейский мощный циклон. Из-за него дожди будут идти весь день. И может выпасть до 30 миллиметров осадков. Днем еще до плюс 28. А через сутки уже 23. Уходя на север, атмосферный фронт по касательной заденет центральные области. Вот откуда здесь локальные дожди. Может и погреметь гроза. Днем около 30 градусов. А местами до 32. В общем июль во всей своей карасе. До Волги зона дождей не дотянется. Там весь день солнечно. И пока еще свежо. Около плюс 25. Через сутки этот регион подтянется к 30. Безусловным лидером по высокой температуре остается юг. Правда, северо-восточный ветер. Качнет сюда немного прохлады. И в Краснодаре, например, не 38, а 35. Во-первых, и это не мало. А во-вторых, это не тенденция, а лишь легкая трансформация атмосферы. Жаркий период продолжается. Дожди можно повстречать только в горах Кавказа. И теперь столица. В Петербурге завтра осадки маловероятны. Только утром местами соберутся густые туманы. Днем будет плюс 24-26. В Москве 29-31. После обеда ждем небольшой дождь и грозу. Очень похожая погода и воскресенье. Тоже с небольшими дождями и до плюс 30. Здравствуйте. С информацией Гидрометцентра России и прогностического центра «Метео» вас познакомлю я, Наталья Зотова. На Дальнем Востоке последние облака покидают Приморье. Теперь почти весь юг без осадков и температура подрастет. В Хабаровске 22. А вот в Забайкалье и с Бурятии придут дожди с грозами. И в Чите уже не 33, а 29. Сильные грозовые ливни еще пройдут по Иркутской области. Но в самом Иркутске дожди закончатся и днем пока чуть выше 20. Западнее от Красноярска до Омска. Антициклон отвечает за сухую погоду с температурой под 30. Ближе к Уралу с ним начинает спорить циклон, поэтому усилится ветер. Опасные ливни с грозами и градом угрожают Челябинской и Курганской областям. А в остальных областях осадков меньше и умеренные 22-28. Центр европейской части остается под защитой антициклона. Здесь еще один солнечный теплый день до 30. На северо-западе тоже тепло. Небольшие дожди еще прольет теряющий силы атмосферный фронт. В Калининграде вблизи нового мощного европейского циклона дожди посильнее. Для юга пока никаких освежающих новостей. Везде за 30 местами под 40. Сухо, пожароопасно. В Санкт-Петербурге днем без существенных осадков и 26-28 градусов. В Москве жара около 30, но воздух местами освежит кратковременный дождь. И пока это вся информация о погоде.